Добрый день дорогие друзья! Всем добрый, добрейший день! Шалом! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас 20-е Ниссана. Пятый день Омера. Пятый день счета Омера. 20-е Ниссана. Сегодня число по обычному календарю 21-е. 21-е апреля. 21-е апреля. Очень такой сейчас интересный период. Вот я сейчас подумал, да, что два самых, два самых, таких можно сказать, злодея, ну да, можно сказать, злодея, да, люди, которые убили больше всех людей, они называются злодеи. Те люди, которые, их идеи привели к гибели большинства людей, они прямо конкретные злодеи. И получается, что вот в ближайшие дни это родились и Гитлер, чтобы стерлось его имя, и Ленин, да, то есть они родились прямо два вот этих человека, которые там по, по Ленину это был террор коммунистический, да, погибли миллионы людей. Миллионы людей были убиты и так далее. Гитлер вообще, чтобы стерлось его имя, развернул Вторую мировую войну, в которой погибло 60 миллионов человек. Можете себе представить, 60 миллионов человек могли бы жить, и, значит, погибли они, и их дети не родились, и 6 миллионов евреев, полтора миллиона еврейских детей было убито, да. Представляете, такие злодеи, злодеи. И все это произошло когда? Почему-то это произошло именно в апреле они родились, да, почему-то они пришли в этот мир в апреле. Карл Маркс пришел 5 мая, да, тоже это вот как раз рядышком, да, осталось там всего лишь каких-то две недели, да, Карл Маркс. И мы видим, что, что вот личности в истории, они очень сильно влияют на происходящие события. Например, Тора, которую мы изучаем, Тора была получена через Мошера Бену, Моисей, и мы знаем точно, когда он родился. Моисей родился седьмого Адара, седьмого Адара, и седьмого Адара он умер, да. Адара это примерно, надо посмотреть, кстати, мы можем точно узнать, в каком году он родился, мы знаем точно, в каком году родился Моисей, потому что мы знаем, когда он умер, ему было 120 лет, когда он ушел из жизни, 80 лет было во время исхода из Египта, да, то есть, если было ему 80 лет во время исхода из Египта, это значит, что он родился 3 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи лет назад родился Моисей. Мы можем посмотреть по, я, кстати, вот это, мне интересно посмотреть по Григорианскому календарю, когда, на когда выпадает его день рождения. И мы получили Тору через Моисея, получается, да, и он, как можно сказать, он вывел Ивресте народ из Египта, то есть, понятно, что вывел Бог, но почему-то Бог послал его, именно Моисея послал его, чтобы он вывел Ивресте народ из Египта. Это очень интересно, что, как Бог его избрал, почему он его выбрал, почему он его, когда выбрал, у него была такая тяжелая жизнь. Он же тоже был беженец, вот многие люди, сейчас, сейчас 5 миллионов уже беженцев из Украины, да, 5 миллионов. Я вижу, как люди, ну, для людей это страшно, они переживают, но для меня вот этот вопрос очень актуальный. Почему Машера Бейну, Моисея, он про себя говорит, когда у него родилось два сына, он дал им, своим сыновьям, он дал имена, такие имена, в которых была зашифрована большая мудрость, прямо в Торе написано. Одного сына он назвал Элиэзер, потому что Бог мне помогает, да, Элиэзер, Бог мне помогает, переводится это имя. А второго он назвал Дершон, потому что Дершон, это состоит, он говорит, Гер, Гер это пришелец, пришелец я был в Чужой земле, то есть я был беженец в Чужой земле. И действительно, родился, то тогда убивали всех еврейских детей, тоже убивал фараон, по приказу фараона убивали всех еврейских детей в Египте. Мама его спрятала, и чтобы его не убили, она его отпустила, положила в корзинку и отправила его по рите, по Нилу. Его подобрала дочка фараона, и эта дочка фараона, которую звали Батья, она, что она сделала, эта дочка фараона, она подобрала Мошера Бейну, и он воспитывался во дворце до 20 лет. В 20 лет он увидел, как египтянин бьет, бьет еврея, а он знал, что он еврей. И у него от этой вот несправедливости, у него, он возмутился, и он убил египтянина, представляете, взял его, бах, и убил прямо на месте. И этот египтянь, и еврей тот, которого он защитил, он сказал ему, в общем, он в конце концов на него донес, и Маша Робейну был вынужден убежать из Египта. Он убежал из Египта, из 20 лет, он был беженцем. Он был беженцем, он жил где-то в Африке, он ходил из места в место. Потом он пришел в страну, которая называлась Мидиан. И в Мидиане он заступился за дочерей, тоже заступился возле колодца. Он очень переживал несправедливость, да. И вот он, значит, заступился за дочерей Итро. Итро потом предложил ему жениться на одной из этих дочерей, и он женился на цепоре, остался пасти овец Итро. И вот именно в этот момент, когда он пас овец, совершенно там не учился в какой-то академии лидерства, не учился ни в какой ешиве, а именно пас овец. В этот момент, когда он пас овец, он увидел куст, который горел и не сгорал. И там Бог к нему обратился и сказал, иди, выводи, значит, врезьте народ. И он долго отказывался. Говорит Уснатора, что он семь дней отказывался. Но потом он пошел. И, значит, дальше мы изучали как раз всю историю, как дальше было дело, когда были десять казней египетских. Мы как раз сейчас в Песах вспоминали всю историю исхода. И как раз каждый год мы вспоминаем всю историю исхода, как выходили, как... И вот мы, значит, сейчас... Давид тоже пас овец, да? Это очень интересно, почему Бог обращается именно к таким вот людям, которые... Давид Амелла, кстати, тоже царь Давид. Он был... Назвать его беженец сложно, но его выгнали из дома. То есть можно сказать, что его из дома выгнали. И даже отец его особо не признавал. Он в Псалмах говорит, вот папа и мама меня оставили, а Бог меня усыновил. То есть он тоже себя чувствовал как Машей Рабену. Очевидно, что человек, когда он находится вот в таком состоянии, когда ему не на кого опереться, вот тогда он чувствует опору во Всевышнем. То есть тогда он, когда вот он уже, ну вот в сложной такой ситуации, все. И он тогда говорит, все. И давайте мы вернемся сейчас к нашему времени. Значит, мы сейчас находимся в пятый день Омера. Значит, всего после праздника Песоха уже шестой день. И сегодня вечером заходит седьмой день Песоха. То есть седьмой день праздника Песох заходит сегодня вечером. И мы празднуем седьмой день. Но он как бы нигде не написан, что это за праздник такой, да? То есть ничего отдельно в этот день мы не празднуем. То есть это также мы говорим в молитве, что это в память о исходе из Египта, да? Также мы говорим, что это относится к Песоху. Но почему именно седьмой день мы выделяем отдельно? И интересно, что седьмой день Песоха, это был как раз седьмой день, когда они подошли к берегу моря. И Красное море, значит, вот они стоят перед Красным морем. И, значит, они стоят, и сзади на них движется армия фараона. Идти некуда. Впереди море. Справа скала, слева скала и море. Все, берег моря. И сзади движется на них армия фараона на колесницах. И они стоят, а у них открылось тогда духовно, очень сильно было духовное тогда присутствие Всевышнего в мире. И у них открылось, они видят, прям так он на них надвигается и в небе, ангел Митсраема, ангел Египта, который был именно, как духовная сила, которая стояла над Египтом, который отвечал за этот народ. И они стоят на берегу моря и не знают, что делать. Одни начинают молиться, другие говорят, давай сдадимся. Третьи говорят, лучше мы умрем все. Четвертые говорят, нет, давай воевать. Машер Абейну начал молиться. Машер Абейну начал молиться. И Всевышний ему сказал, сказал ему Всевышний, хватит, говорит, молиться, иди, действуй. И что? И они пошли в море. Пошли они в море. Ну, куда идти в море? В море вода им доходит уже вот так, вот так, вот так. И тут море начинает расступаться. И вот мы как раз в этот день празднуем вот этот вот переход через море. И то, что с ними тогда произошло. Есть каждое утро перед... Вот у религиозных евреев обязательно есть три молитвы в день. Мы молимся. Три молитвы в день обязательно. Шахарит, утренняя молитва. Минха, дневная молитва. И Маорив, вечерняя молитва. Три молитвы в день обязательно. Все евреи, мужчины, обязательно. Женщины по желанию. Женщины одну молитву в день обязаны молиться, а три молитвы это... Они могут, но не обязаны, скажем так, да? Теперь, значит, а мужчины обязаны три раза в день молиться и должны молиться в Миньяне. То есть идти в синагогу или собираться десять человек вместе. Там, где собрались десять человек, это уже синагога. И, значит, молиться три молитвы в день. И вот утренняя молитва, она самая из всех главная, самая длинная. Ее установил Авраам. Авраам ее установил, утреннюю молитву. И она, значит, она... Так говорится, что он ее установил. Значит, Авраама видно про отец Авраам. И там есть... Она состоит из подготовки. Подготовка, это в сухе до земра. Так, как бы, подготовка, ты входишь, читаешь псалмы определенные. Потом идет Шма-Исраэль. Благословение, два благословения перед Шма. Потом идет Шма-Исраэль. Потом идет благословение после чтения Шма. И потом сама молитва. Амида, когда ты стоишь. И восемнадцать благословений она называется. Три прославления Всевышнего. Потом просьбы. И в конце три благодарность. А в середине просьбы. Значит, получается, если три прославления, три благословения благодарность, шесть из восемнадцати, то двенадцать внутри это просьбы. И вот, значит, одна из просьб про выздоровление. Мы молимся, чтобы все выздоровели, чтобы все были здоровы. Первая просьба, кстати, вы знаете, о чем первая просьба? Первая просьба, чтобы Бог дал хохма бенавыда. Чтобы Бог дал знания, бена, сообразительность и мудрость. То есть, чтобы мы просим у Всевышнего, чтобы Он дал нам мудрость, знания, понимание. Чтобы мы понимали вообще, как все работает. Это первая просьба из всех. Так вот, значит, в Сухейде-Зимрав, подготовьте в псалмах. Есть такой псалм, который называется Шир-Шильям. Когда они проходили через море, они пели песни. И в Торе есть вот главная идея сегодняшнего праздника, седьмого дня Песоха. Это вот этот переход через море и песни, которую они пели, переходя через море. Эта песня есть в Торе. Прямо можете найти это место, где они переходили через море. Эта песня есть во всех молитвенниках. Азья шир муше вне эсраэль эсашир азотта. И тогда написано, запели муше и сыновья Израиля песню эту. Так начинается эта песня. И там есть очень-таки, каждое слово, это же Тора, это Всевышний сказал. Это удивительные слова. Каждое слово, это пророчество, это имена Всевышнего, это связь со Всевышним на самом высоком уровне. То есть Тора это вот напрямую Машарабену получал и передавал. Он был передатчик. И изучая Тору в прямом таком... То есть я очень советую, лучше вот не полчаса читать, а лучше 20 минут выучить три буквы и читать на иврите, лучше понять одно предложение, но на иврите, чем полчаса читать, но на русском. Почему? Потому что там такое вот... Ну это как свет в чистом виде. Вот эти вот 22 буквы, которыми Бог сотворял мир, это буквы алфавита ивритского. Алиф, Бет, Диммил, Далет, Эй. Всего 22 буквы. И потом, когда вы этими буквами читаете Тору, то это совершенно, это прям сам процесс чтения. Пускай это будет одно слово или это будет один всего лишь отрывочек. Но вы его читаете и понимаете, это дает вам конкретно на физическом уровне, на энергетическом уровне, на духовном уровне, дает огромное количество света. И там есть такие слова, вот у меня прям я каждое утро их читаю, и оно мне дает полный такой настрой на день, в этой песне, да, которую они пели, переходя через море. Значит, когда они проходили через море, есть устная Тора говорит, что было там 12 коридоров, 12 колен, и 13-й коридор был для тех, кто присоединился к еврейскому народу. Было там 13 коридоров, это как у каждого колена было свое, чуть-чуть свой акцент в служении, и они все дополняли друг друга, но все были разные. И колено для тех, кто присоединяется к еврейскому народу, это отдельно был проход, да. Теперь, что вода стояла, там есть целое описание, как это было, но меня не это интересует, да. Потому что как это было в виде картинки, или как это было, то есть это было чудо, это было совершенно против природы вещей. И поэтому, как это было, исходя из описательных элементов обычного нашего мира, мне, например, не очень интересно. Но там есть такое одно в устной Торе, как предание, да, что они поднялись все на уровень пророчества, и самая, написано, последняя служанка, да, то есть это вообще, которая не интересовалась ничем духовным, ему ей вообще ничего не надо было, но она поднялась на уровень пророчества выше, чем пророк Ехестель, который пророк Ехестель, он описывал в своем пророчестве, пытался человеческим языком описать Маосе Меркова. Маосе Меркова – это как работает вот эта вот система управления миром. И он, пророк Ехестель, он это видел, он был пророк, и он потом пытался нам это передать словами, но он говорил теми образами, которые были понятны его поколению. В его поколении не было компьютеров, в его поколении не было айфонов, не было блокчейна, не было криптовалют, то есть, но были в то время хорошо были понятны ослики, были дворцы, были цари, были троны, были мечи, щиты, то есть, он говорил теми метафорами, которые были понятны его поколению, ему самому, то есть, он говорил теми словами, которыми владел. И вот, значит, он описал нам Маосе Меркова, это как устроена Меркова, это на современный язык есть танк Меркова, да, колесница, но есть танк, израильский танк, самый такой современный танк, танк, он тоже называется Меркова, колесница, то есть, и то Меркова-колесница, на которой ехали фараон и его войско, это была колесница, там два колеса, какая-то деревянная штука, и танк, последний израильский танк, там, с лазерами, с космическим вооружением, он тоже называется Меркова. Так вот, пророк Ехестель, он описывал ту Меркову, тот механизм, да, который находится на небе в духовном мире, и через который идет управление миром. Это же, представляете, вот смотрите, когда человек идет, в нем включен совершенно невероятный процесс, да, человек идет, он вообще не думает, как идти, у него вся система настроена-устроена. Вы знаете, это очень интересно. Возьмем, например, оленя, или орла, или там птицы, которые, или рыбы, они рождаются, у них же все уже в них впечатаны, куда плыть, куда ехать, как рожать. Пингвин, он знает, что он идет, там, 75 километров в одну сторону, сидит на яйце, а жена его в это время идет в другую сторону. Его же никто этому не учил. Так вот, система управления мирозданием, где находится программный код, который всем этим управляет, называется Меркова. И вот, значит, говорится, что последняя служанка была на уровне пророчества выше, чем пророк Ехестель, который видел эту Меркову. И, значит, представьте ситуацию, они идут сквозь море. Не пророк, когда пророк получал духовное пророчество, он переставал видеть материальный мир. У него выключалась система восприятия материального мира, и он переключался на систему восприятия духовного мира. И они все идут через море, и всех их переключило на то, что они видят это все Мааса Меркова, колесница, это мироздание, как это все устроено. И они говорят, это песня эта, да, они говорят там слова, вот с этой точки зрения, посмотрите на эти слова, то, что они говорили. И там есть слова, они говорили, «Зэ кэли» – это «бог мой», они показывали пальцем, да. «Зэ» – это как на английском определенный артикль «дэ». И на иврите «зэ» – это, значит, «зайн» – это 7, «эй» – это 5. И интересно, что «зэ» – слово, да, на иврите, его числовое значение какое? 12, да. Как 12 было колен. «Зэ» – это 7 плюс 5, да, 12. Они говорили, «Зэ кэли» – это «бог мой». Это «бог мой» они говорили. Ван ву. И ан ву – это они, я ву. Это одно и то же. Они видели, какая у них связь с Богом. То есть, когда человек заходит на уровень пророчества, он понимает, что человеческое в человеке, вот то, чем мы отличаемся от кошек, от собак, от животных – это божественное. То есть, то, что мы называем «я человек» – это вот этот луч божественной души, который входит в абсолютно такую вертикальную лужу, которая ничем не отличается от обезьяны, от орангутанга, от лошади, от коровы. То есть, тело человеческое – это чистое животное. А душа – это божественная душа. И они в этот момент, они увидели, сказали они, «Зэ кэли – это Бог мой, ван ву. Я и он – это одно целое». То есть, они увидели вот эту божественную душу в себе и поняли, что какая… У человека есть два уровня жизни, да. Или ты живешь как животное, или ты живешь как божественная душа. И вот это главный вопрос в жизни, главный, главнейший вопрос – кто ты? Или ты животное, или ты божественная душа. И если ты божественная душа, тогда ты живешь для того, чтобы перенести из этого мира максимум своего времени, действий и усилий на уровень божественности. И вместе с собой ты поднимаешь кусочек этого мира. Это главный выбор, главная цель, главная идея в человеческой жизни – это перенестись на уровень божественного, перенести свое внимание, понимание и себя. Все. Значит, всем желаю мира, чтобы больше людей были добрые, хорошие, веселые, здоровые. И чтобы мы сегодня на седьмой день праздника Песох ощутили вот эту энергию. Читают сегодня как раз эту Шир Шильям, песня «На море», да, когда переходили море. И вот сегодня мы как раз будем читать с захода солнца, и можно всю ночь читать эту песню. И, значит, ощутите себя, как будто бы вы проходите через море, как будто бы вы говорите «Зек Эли» – это Бог мой, «Ван Ву» – значит, «Я и Он» – это одно целое. «Элокэ Ави» – Бог Отца Моего, «Вэ Аромэ Мэнгу» – и я его подниму. Я его подниму. Все. И если мы с вами будем молиться, и будем именно каждый на своем месте будет более духовный, то Всевышний, естественно, даст мир Украине, все, которые болеют, выздоровят, все, которые воюют, вернутся домой. И опять будет мир, свобода, и будет все хорошо. И опять мы будем забывать о Всевышнем, к сожалению. И ему придется опять делать нам какие-то неприятности, чтобы мы вспомнили о том, что мы пришельцы на этой земле в любом случае. Даже если мы живем в самом большом дворце, человек должен помнить, что он пришелец, на 70-80 лет он пришелец, а потом придется идти, давать отчет, как ты жил. И вот это очень важно, чтобы мы об этом помнили, и тогда у нас будет все хорошо. Все. Всем хак-сам-эак. С праздником. Завтра урока не будет, так как праздник. Урок у нас будет когда? С Божьей помощью – в воскресенье. Все. Поэтому и с праздником, и шаббат шалом.